Эй, вы когда-нибудь задумывались, какой самолёт может всерьёз поменять правила игры в воздухе? Американский B-1 Lancer. Вот он, настоящий зверь среди бомбардировщиков. Представьте, этот красавец может взять на борт до 24-й бомб одновременно, и это лишь одна из его возможностей. В этом ролике вы узнаете, что делает его по-настоящему особенным, и почему именно этот бомбардировщик обсуждают всё, от пилотов до стратегов. Давайте погрузимся в детали и разберёмся, что делает его не просто мощным, а легендарным. Разработка самолёта. Первая модификация самолёта B-1, получившая обозначение B-1A, была создана в начале 70-х годов прошлого века. Эта модель стратегического бомбардировщика разрабатывалась для того, чтобы заменить старые машины и повысить боеспособность американских военно-воздушных сил. B-1A совершил несколько испытательных полётов, однако через некоторое время проект был закрыт по политическим причинам. Программа разработки бомбардировщика была возрождена уже при президенте Рональде Рейгане, пришедшем к власти в 1981 году. На основе B-1A тогда создали новую версию – B-1B, которая предназначалась для прорыва системы противовоздушной обороны противника на малых высотах. В 1985 году этот самолёт был передан под управление стратегического командования ВВС США и использовался как носитель ядерных вооружений. В 90-е годы его начали использовать также для доставки тактических боеприпасов. Конгресс США установил лимит затрат на программу создания B-1B в размере 28 миллиардов долларов, включая расходы на серийное производство в сумме 12,3 миллиарда долларов. Господи, да такой котлетой можно слону пасть заткнуть, а ты жмёшься из-за какой-то сотни. Ник, а когда ты не покупаешь стерео, ты что, революцией финансируешь? Стоимость одного самолёта, учитывая все затраты по программе, составила 237,2 миллиона долларов за первые 52 единицы и 168,9 миллионов долларов за оставшиеся 48 самолётов. Кроме того, десятилетняя программа модернизации обошлась ещё в 1,9 миллиарда долларов. Эксплуатация Боевое крещение самолёта произошло в 1998 году во время операции «Лиса пустыни», а затем в ходе военной кампании НАТО в Косово годом позже. Впоследствии B-1B активно участвовал в боевых действиях в Ираке и Афганистане. К началу 2010-х годов B-1B стал основным представителем сверхзвуковых стратегических бомбардировщиков в составе американской дальней авиации и оставался единственным самолётом на вооружении ВВС США с изменяемой геометрией крыла. Этот самолёт удерживает 61 мировой рекорд по таким показателям, как скорость, дальность полёта, грузоподъёмность и скороподъёмность. По состоянию на начало 2021 года в строю оставалось 57 единиц этой модели. Однако в феврале этого же года года ВВС США приняли решение вывести из эксплуатации 17 самолётов, сократив их количество до 45. При этом 4 из выведенных из строя самолётов сохранят возможность возвращения в эксплуатацию при необходимости. Один из списанных бомбардировщиков был направлен на базу ВВС Тинкер, штат Оклахома, для ремонта конструкции. Второй — на базу ВВС Эдвардс для проведения наземных тестов. Третий — на базу ВВС Барксдейл, штат Луизиана, для хранения в Музее мировой энергетики Барксдейла. А четвёртый был передан Национальному институту авиационных исследований Государственного университета УИЧИТА для изучения и разборки. Полностью завершить использование этих бомбардировщиков планируется к 2036 году. Конструкция Б-1 Исходя из требований эргономики, в конструкцию самолёта были внесены изменения. Так, в кабине штурмана-оператора появились два небольших иллюминатора, что позволило устранить проблему клаустрофобии. Носовая часть фюзеляжа была модернизирована путём установки многофункциональной радиолокационной станции ANAPQ-164А. Система аварийного покидания экипажа подверглась значительным улучшениям. Был расширен закабинный отсек, что дало возможность подвески авиационных средств поражения различных типов целей. В конструкции самолёта использована интегральная компоновка, обеспечивающая плавный переход между крыльями и фюзеляжем. Это позволило увеличить внутренний объём планера, уменьшить площадь омываемой поверхности и снизить эффективную поверхность рассеяния. Интерцепторы, установленные на крыльях, вместе с дифференциально отклоняющимися консолями стабилизатора, обеспечивают управление по крену. Фюзеляж представляет собой полумонокок, состоящий из пяти основных секций с плотной расстановкой лонжеронов и шпангоутов. Основные конструктивные элементы и обшивка самолёта изготовлены преимущественно из алюминия, хотя титан используется в районе гондол двигателей и противопожарных перегородок. Устойчивость конструкции в условиях турбулентной атмосферы обеспечивается системой LARC. Изменяемая стреловидность крыла позволила улучшить его несущие свойства как на низких скоростях, так и при полёте с высокими значениями числа маха. Подвижные консоли. Крыла основаны на алюминиевых двухлонжеронных кессонах с нервюрами и фрезерованными лонжеронами. Здесь же используются монолитные цельнофрезерованные панели обшивки из алюминиевого сплава. Механизация каждой консоли крыла включает семь секций предкрылков с углом отклонения 20 градусов и однощелевые шестисекционные закрылки. Экипаж самолёта составляет 4 человека. Даже в воздухе необходимо соблюдать правила безопасного полёта. А если вы попали в ДТП в Америке и не знаете, что делать дальше? Куда обращаться за помощью? Где найти грамотного юриста? Как получить компенсацию, если у вас нет страховки? Компания ДТП Америка помогла получить компенсации на 21 миллион для своих клиентов. Здесь вам точно ответят на все интересующие вас вопросы. Ссылка в описании. Силовая установка На опытных самолётах B-1А устанавливались четыре двигателя General Electric F-101 GE-100 с форсированной и нефорсированной тягой 133,4 и 66,7 кН, суммарно отработавших около 7600 часов в полётах. Модификация B-1B оснащена двигателями версии F-101 GE-100-2. Размещение двигателей вблизи центра масс самолёта улучшает его устойчивость при полёте на низкой высоте в условиях турбулентности. F-101 – это двухвальный малодымный турбореактивный двигатель с форсажной камерой модульной конструкции, со степенью двухконтурности около 2, расходом воздуха около 353 фунтов и степенью повышения давления 26,5. Двигатель оснащён двухступенчатым вентилятором с регулируемым входным направляющим аппаратом, девятиступенчатым компрессором с регулируемыми направляющими аппаратами трёх первых ступеней, двухступенчатой турбиной низкого давления и одноступенчатой турбиной высокого давления, короткой кольцевой камерой сгорания, форсажной камерой со смешением потоков и регулируемым сужающимся-расширяющимся соплом. Межремонтный ресурс двигателя F-101GI-102 составляет 3000 часов. Он оптимизирован для работы при полете с числом МАХа – 0,8 на небольшой высоте. Длина двигателя – 15 футов. Диаметр – 4,5 фута. Сухая масса – 4400 фунтов. Для модификации GI-100 – 4000 фунтов. Автономный запуск двигателей осуществляется двумя бортовыми вспомогательными силовыми установками мощностью 400 л.с. каждая, которые также обеспечивают привод аварийного электрогенератора. Воздухозаборники V-1A регулируемые. Запас топлива внутри самолета распределен по 8 бакам-отсекам, расположенным в фюзеляже и крыльевых частях. Наддув баков производится с помощью системы нейтрального газа, использующей азот. В верхней передней части фюзеляжа, прямо перед кабиной, находится приемник системы дозаправки топливом в полете, совместимый с заправщиками Кассе-10 и Кассе-100-35. Общесамолетные системы. Управление полетом осуществляется посредством необратимой бустерной системы с четырехкратным резервированием, которая позволяет выполнять полеты на предельно малых высотах, следуя рельефу местности. В ее состав входит вычислитель воздушных параметров, гиростабилизатор, система улучшения устойчивости и управляемости Stability Control Augmentation System, включающая под системы предотвращения сваливания Stall Inhibitor System, начиная с 10-го самолета и повышение устойчивости Stability Enhancement Function, начиная с 19-го самолета, а также система SMCS. Основная проводка управления жесткая, механическая, в то время как резервная электрическая проводка используется в канале руля направления и стабилизатора, а также для управления двумя секциями интерцепторов на каждом полукрыле. Автопилот Automatic Flight Control System поддерживает стабильность угла крена, угла наклона траектории полета, воздушной скорости, тяги и числа маха. Гидравлическая система состоит из четырех независимых контуров, каждый из которых работает под давлением 27,6 мегапаскалей и способен подавать до 52,5 галлонов жидкости в минуту. Она управляет подвижными консолями крыла, всеми поверхностями управления, механизацией крыла, шасси и створками оружейного отсека. Трубопроводы гидравлической системы изготовлены из сплава Т3-АЛ-2 с половиной вай. Пневматической системы нет. Электропитание трехфазным переменным током напряжением 230-400 Вольт и частотой 400 Гц обеспечивается тремя генераторами мощностью по 115 кВт-Ампер, которые имеют приводы постоянной скорости вращения от двигателей и подключаются к четырем основным шинам. Электрическая мультиплексная система Electrical Multiplex System с функцией самоконтроля. Включающая мини-компьютеры и два двухжильных кабеля. Осуществляет управление питанием потребителей. Обмен данными между системами авионики через четыре магистрали стандарта MIL-STD-1-553B и контролирует сигналы основных систем. Эти и другие самолеты ВВС США я описал в моем телеграм-канале «Необычная Америка», в котором я публикую самые невероятные истории из жизни в США и делюсь важными новостями. Заходите, читайте и подписывайтесь. Целевое оборудование Целевое оборудование самолета включает комплексы наступательного и оборонительного радиоэлектронного оборудования. Основой комплекса оборонительных систем, разработанного компанией «Итан», является система радиоэлектронной борьбы ANILQ-161. Она состоит из 108 быстросъемных модулей общей массой. Примерно 5203 фунта потребляет до 120 кВт мощности и включает в себя аппаратуру радиотехнической разведки, систему предупреждения об атаке с задней полусферы компании «Ценега». Стоимость одной системы ALQ-100-61 составляет около 20 миллионов долларов, включая все расходы на ее разработку и производство. В арсенале также имеются многочисленные передатчики активных помех от NORTHROP и одноразовые средства радиоэлектронной борьбы, дипольные отражатели и инфракрасные ложные цели. На рабочих местах пилотов установлено по одному электронно-лучевому индикатору и обычным механическим индикаторам. При этом индикатор на лобовом стекле отсутствует. Система отображения данных наступательных и оборонительных систем включает три электронно-лучевых индикатора, два из которых графические и предназначены для представления информации о противнике, а третий — буквенно-цифровой. Установлена также подсистема управления вооружением. Помимо этого предусмотрена установка стандартной аппаратуры связи, опознавания государственной принадлежности, инструментальной системы посадки и радиовысотомеров Honeywell AN-APN-224. Общая масса бортового радиоэлектронного оборудования самолета B-1B превышает 8 818 фунтов. На борту установлена интегрированная система контроля Central Integrated Test System, которая фиксирует в полете 19 600 параметров, характеризующих работу BREO, системы управления полетом и двигателей для последующей диагностики неисправностей и ремонта. Вычислительная техника самолета включает 8 16-разрядных компьютеров IBM AP-100 1F с производительностью 1 миллион операций в секунду, способных работать с архитектурой, соответствующей стандарту MIL-STD 1700. 50A — 6 компьютеров входят в состав КНО, один — в состав системы CITS и один — в состав КОУ. Используемое программное обеспечение написано на языке Jovial J-3B. Вооружение. На самолете B, 1B передний и средний отсеки вооружения объединены в один сдвоенный отсек длиной — 31 фут и 2 дюйма с переставной перегородкой, начиная с девятого экземпляра. Задний отсек остался неизменным, предусмотрены 6 подкрыльевых узлов подвески. Изначально в проектировании B, 1B предполагалось размещение ядерного оружия на барабанных пусковых установках. Либо 8 крылатых ракет АГМ-80 6Б общей массой 25,5 тысяч фунтов в сдвоенном отсеке, либо 24 ракеты АГМ-60 с рам массой 53 тысячи семьсот пятьдесят девять фунтов — 24 тысячи триста восемьдесят пять килограммов. На подкрыльевых пилонах могла быть установлена до 12 крылатых ракет АГМ-86Б, до 12 ракет АГМ-69 или подвесные ядерные и обычные бомбы. В отсеках вооружения и на внешних пилонах также планировали установку усовершенствованных крылатых ракет General Dynamics АГМ-129. Однако ракеты с рам к началу 1990-х годов были сняты с вооружения из-за окончания срока хранения, а крылатые ракеты пока, видимо, не устанавливались, и ядерное вооружение фактически ограничено бомбами B-61 и B-83. Внешняя подвеска тоже пока не использовалась. Обычное вооружение во внутренних отсеках могло включать до 84 бомб МК-80 2 калибром 500 фунтов, общей массой 40-4610 фунтов, до 24 бомб МК-80 4 или до 84 мин МК-30 6 калибром 500 фунтов. Подвес обычных бомб также предусматривалось на подкрыльевых пилонах. Согласно некоторым источникам, типичная боевая нагрузка из обычного вооружения в будущем может составлять до 128 бомб МК-82 общей массой почти 68 тысяч фунтов. Тем не менее, к 1993 году использование обычного вооружения на B-1, 1B, еще не было полностью отработано. И задачи с использованием обычного вооружения на B, 1B, еще не ставились. В дальнейшем в состав вооружения самолета могли войти противокорабельные ракеты АGM-84 «Харпун», высокоточные корректируемые бомбы J-DAM и J-SOUL, а также другие виды оружия. Створки отсеков вооружения на B-1A были металлическими, а на B-1B они сделаны из композитных материалов. На B-1B используются выдвижные интерцепторы для снижения акустических нагрузок при открытых отсеках вооружения. Заключение. Все действующие самолеты B-1B «Лансер» находятся в ведении командования глобальных ударов военно-воздушных сил Соединенных Штатов Америки. По данным на январь 2024 года, этими самолетами управляют два бомбардировочных авиакрыла 28Е, авиабаза «Эл Суорт», штат Южная Дакота, и 7Е, авиабаза «Дайс», штат Техас. А на сегодня это все. Всем пока-пока.